Для выделения нуклеиновых кислот используются разные оборудования. Это центрифуги, встряхиватель и микроцентрифуга, термостат, микротермостат, в который мы ставим вот эти маленькие пробирки, в которых находится материал исследуемый. Биоматериал в передвижной лаборатории будут проверять прямо на месте, методом ПЦР или по крови. Здесь занята целая бригада врачей, вирусологи, бактериологи и фельдшеры-лаборанты. Мы предполагаем здесь исследовать не только клинические материалы, но и пробы из объектов окружающей среды. Это вода, пищевые продукты, в которых также могут находиться возбудители инфекционных заболеваний, в том числе и возбудители особо опасных инфекций. Несмотря на то, что в лабораториях работают с инфекциями высокого уровня опасности, здесь полностью обеспечивается безопасность сотрудников и окружающей среды. Машины оборудованы автономными канализациями, а внутри модулей есть переходы и душевые. Высокотехнологичное оборудование привезли по национальной программе «Санитарный щит», потому что область является приграничной территорией. Главная задача, если это возбудитель для нас новый, так как это было при COVID-19, в течение четырех дней после того, как мы этого возбудителя выявим, необходимо разработать тест-системы для того, чтобы уже массово проводить обследование нашего населения, наших людей. Сейчас мобильная лаборатория проходит сертификацию. При необходимости исследования будут проводиться и в других областях. Елена Лебедева, Венера Каримова, Павел Востротин, 31 канал.